ребятушки всем привет приветствую вас на канале светлана жизнь на севере локация город сургут сегодня мы с вами прокатимся до дачи вечерком полить тепличку посмотрим как там обстоят дела и я засекла сколько ехать вечером в понедельник не хватает мне такой подставочки чтоб поставить телефон ну вот расскажу сейчас мы находимся уже скоро на выезде из города едем мы с вами на дачу кому нравится такой формат добро пожаловать вот здесь вот слева находится жека новин как-то компания что брусника называется строит ну что я хочу сказать здесь прикольное жилье интересное смотрела я и на сайте но вечные пробки пробки просто сумасшедшие вот честно только для таких у кого очень сильная нервная система если ее нет сюда конечно ну знаете лучше и не не лучше в этом районе не жить потому что пробки пробки еще раз пробки трасса тут вот сейчас видим встречное движение въезд город он у нас один и соответственно экология да то есть порой наверное лучше вложиться в жилье в центре города но будешь знать гораздо в сто раз больше плюсов чем жить и здесь прошу меня простить кто со мной не согласен может быть кто-то здесь живет но опять же я озвучила ну все ребятушки добралась я до дачи время уже вечерние чуть-чуть поработала не сразу стала снимать засекала 30 минут с учетом все всех светофоров всех пробок можно сказать тоже в таком насыщенное время вечер понедельник город сургут давайте посмотрим что у нас творится на северной даче зацвела красавица черемуха аромат просто великолепнейший сейчас подберемся сирень уже начинает оживать ну север есть север у нас было потепление потом опять похолодание с бешеными ветрами с градом новую растительность уже оживает все-таки весна скоро начало летом здесь у нас малинка тоже как видите листики только-только появляются на ней сирень сирень у нас обычно цветет начале июня если повезет и черемуха зацвела если честно даже не ожидали ну видимо здесь не ничто не препятствует попаданию солнышко на нее смотрите какая красавица аромат просто великолепнейший просто великолепнейший здесь тоже малинка у нас насажена но видите только-только природа оживает и я теперь поняла почему по городу часто сажают рябинки видите она уже у нас зелененькая хотела показать фронт работ клубничка жила но к сожалению вот эти грядки я не успела еще обработать обработаю обязательно погода не позволяла вот буквально вчера у нас тоже такой сильнейший ветер думала вчера удастся выехать нет не получилось вот эту старую листву опять же хочу сказать то что осенью мы не обрезаем вот эти усики потому что если обрезать оставить до следующей весны она может полностью выморозиться и вот эту благодаря вот этому ковру она у нас сохраняется видите уже она ожила зазеленилась васильки тоже ландыши только-только оживают листики появились подросли и здесь у нас напала газонная трава на вот эту грядочку с ирисами рис и пробились но пока еще до цветения им ну и еще время надо поэтому мы ждем здесь вот чуть-чуть клубнику я обработала сейчас покажу здесь это вижу что выморозилась тоже чуть-чуть обрабатывала но на все у меня сил пока не хватило и вот здесь вот тоже ее обрабатывала хотела показать малинку малинка от бурь стихий от снега по тяжести вот так вот ломается в принципе она ломается ну не ломается накриняется каждый год после зимы тоже в планах обрезать веточки веточки мы обрезаем по весне но не осенью помню что надо осенью но опять же все это делается в цели сохранения хотя бы большей части малинки и видите какие-то кустики уже все у нас солнышко попадало появились листики но пока опять общий вид что она оживает и давайте зайдем святая святых в теплицу буквально несколько дней назад сажала я гладиолусы давайте посмотрим пока никаких никаких оживаний нет вот полила пока если честно любоваться не на что но хочу сказать здесь у меня взошли семена руккола пока радует красавица и и полила здесь тоже я сажала зелень петрушку укроп вначале все это мы сажаем конечно же в тепличке на улице пока еще рано и в первых числах июня у нас вообще может быть даже снег огурчики которые покупала посажены пока 4 штучки здесь и 2 штучки здесь посадила здесь рассады кабачок ну немножко поздновато можно было бы дома его посадить но такая система даже если лето холодное тоже работает посмотрим что будет в этом году и здесь я посадила зеленый салат ну пока так чуть-чуть что-то проклеивается но не сильно сейчас еще побрызгала малинку налила я чайчик с пакетиком быстрый вариант вкусненько и хорошо еще и без сахара наверное да обработаю я смородину правда немножко поздно она уже такая еще не зацвела поэтому наверное не поздно но на даче хорошо природа штиль практически сейчас плюс 12 градусов просто красота просто красота птички поют и хотела спросить кому интересен room tour подачи пишите ставьте лайки для вас это не трудно но для меня это большая мотивация трудиться стараться для вас я немножечко под пропала на эти дни но была очень занята в общем найти иногда все таки я понимаю что труд блогера это действительно труд и кажется что вот там и не так уж и много времени надо для этого всего на самом деле очень много потому что видите даже никак не могла выкроить минутку но для вас дорогие зрители все таки я выкроила сегодня мы с вами прокатились на дачку посмотрели если вам интересен такой формат пишите если не интересен то придумаю еще что-то поэтому мне интересно обратная связь потому что у меня видео сейчас они очень разные и по город и про и какие-то улицы и все таки северная дача наверно тоже на какую-то определенную скажем так категорию людей кто этим увлекается кому идти это интересно ну как то так все пошла и трудиться всех люблю подписывайтесь обязательно на мой канал и мы с вами снова увидимся почему говорю подписывайтесь потому что знаете иногда нахожу какое-нибудь интересное видео там интересного блогера не подпишусь и все название то все равно она вылетает из головы порой написано на английском например хотя там по россии снимают и поэтому то знаете такая зацепочка чтобы нам с вами не потеряться а поскольку я сейчас не пользуюсь инстаграмом пока веду только youtube напишите интересно ли было бы вам если бы я вела еще телеграм-канал чтобы была такая быстрая обратная связь тоже интересно ваше мнение ну все всех люблю до новых встреч пока пока хотела показать такое небо красивое сегодня необычное то все грядки до грядки полный штиль но похоже завтра погодка будет ветреная все как будто бы красками нарисовали и наверное ожидается дождик обещанный ночью